Музыка Итак, юшки всем, с вами OnePoint и это школа дрифта И сегодня у нас получается первый выпуск Forza Horizon 2 на Xbox One И в меня только что врезался Audi Итак, друзья, сегодня выпуск непростой Потому что у нас машина больше не для дрифта, а для понтов Машина сегодня непростая у нас, это Civic 90-х годов И сделал я из нее стендс-тачку Такую стендовую машину Прикольную, как вы видите, очень низкую С развалом, все как надо Но при этом она еще и умеет дрифтить Это очень круто Итак, давайте я вам расскажу и покажу, что же я сделал Естественно, идем модификации Тюнинг И сначала, что же я сделал А сделал я первое, что машина хотя бы как-то валила боком Я свайпнул двигатель и поставил Turbo Rally Это не обязательно, можно поставить и 2 литра влите Но я решил, пусть будет класс А И смотрите за то, какой прирост крутящего момента Это очень круто, мне кажется В общем, поставили Turbo Rally двигатель Трансмиссию также заменили на задний привод Потому что, как вы знаете, изначально Civic у нас переднеприводная Итак, что у нас по обвесам Ну, по обвесам, как всегда, выбирайте на свой вкус Но я поставил от фирмы Charge Он самый низкий Это передний бампер Также я заменил спойлер на Jan И задний бампер у нас тоже Charge А боковые обтекатели, как написано, у нас тоже Charge Это самый низкий обвес, который можно поставить на этот Civic Поэтому тут просто некуда деваться Если хотите настоящий стенд, то только вот этот Так, дальше пойдем Шины я в этот раз не ставил вообще никакие Оставил стоковые Так, ширину колес не менял А вот с дисками интересная ситуация В стенсе, как вы знаете, очень такие должны быть широкие диски Красивенькие И я выбрал, сейчас вам покажу, какой я Я выбрал C103 Если вы найдете, поймете Вот так они выглядят Я считаю, они просто идеальны для этой машины Так, ну и размер колес Размер у нас 195-й спереди И 195-й сзади То же самое, идеальное Для... для стенса, так сказать Так, ну и дальше пойдем Подвеску Точнее не подвеску, а привод Да, ну и подвеска привод Так, сцепление я поставил гоночное Потом гоночную коробку передач поставил Карданный вал гоночный И дифференциал тоже, естественно, гоночный Машина дрифт у нас все-таки должна Это все мы делаем для дрифта Так, а теперь уже идем в ходовую и управление Тормоза, естественно, по максимуму стоят гоночные тормоза Потом самое нужное, что у нас Для настоящего нашего стенса Это гоночные Гоночные пружины Как вы видите Только они делают машину нашу супернизгод Также можно поставить и для гонок под задорожью И Storm Island Но, не знаю И гоночная тоже сойдет Не тратьте деньги, не заморачивайтесь Тем более у многих, я знаю, нет такого выполнения Ну и стабилизатор, естественно, на максимум Стабилизатор на максимум Укрепление шасси я не ставил Максимальное Я подумал, что хватит и обычного спортивного укрепления шасси Но это у Сашина можете тут тоже поставить на максимум Так, и снижение массы я не делал Я что-то подумал как-то, что машина немного будет выше Если сделать снижение массы Но все-таки как бы машина легче И будет, естественно, не так ее прижимать Но на самом деле это все дебилизм И в игре это не работает Вы можете спокойно себе поставить снижение массы Чтобы, например, поднять рейтинг машины Но я это делать не буду Мне и так все нравится Так, идем дальше Уже самое интересное Двигатель Двигатель самое интересное Потому что всего один пунктик Это пластина дросселя Вообще, многие ее не ставят Но я поставил на максимум Чтобы мощность прям вот была Супер крутящий момент Супер мощность была Ну, я вам советую ставить тоже на максимум Опять же В стенс, если вы хотите чисто стенс За без рифта, без ничего Вы можете просто зайти И просто поставить себе Гоночные пружины И все И вам больше ничего не нужно было Ну ладно В общем, машину мы прокачали Допустим, под рифт Как сделал я Дальше вы там наклеили Какой-нибудь интересный винил Можно просто бить в поиске Надпись стенс И вам найдется какие-нибудь Интересные винилчики Дальше идем мы уже в тюнинг И тут, опять же Один из маловажных Не маловажных, точнее Пунктов Давление в шинах я, по-моему, не трогал Насколько я вижу Да, давление в шинах осталось Как и есть Передачи тоже не трогал А вот с развал Хождением Уже у нас интересно Так, развал мы ставим Отрицательный Я поставил на всю Но, опять же, это вкусовщина Можно, например, поставить на троечку Но Надо, чтобы было супер понтово Поэтому я поставил все по минус 5 градусов Потом Схождение Естественно, наружу Колеса должны прям Под арками быть Ну и передний кастер Угол я поставил тоже на максимум Поперечные стабилизаторы Я сделал чуть-чуть пожестче передние И чуть-чуть пожестче задние 34 и 30 Пружины Тоже сделал чуть пожестче 188 И 170 на задних Клиренс, естественно, 0 Нужно, чтобы машина была у нас супер низкая Поэтому клиренс на 12,4 И на задних тоже на 12,4 Амортизаторы Тут я вроде бы ничего не трогал Аэродинамика, естественно, у нас нету Потому что обвесы не поддерживаются Тормоза Тормоза не трогал Но вообще по-хорошему Я бы поставил баланс на назад И давление торможного усилия на высокое Это нужно для того, чтобы Например, вы нажали на тормоз И ваша машина на чего нестит Так, деференциал Тут я поставил ускорение на 88% И замедление на 74% Итак, я уже немного охрип Как вы видите, категория у нас автомобиля А53 Применяем конфигурацию И сейчас я вам покажу дрифт на нашем тестовом треке Но, как я говорил, дрифт не будет покалять вас И супер удивлять Потому что, опять же, машина сделана для понтов Это у нас все-таки стенс, а не дрифт-автомобиль Но дрифтить он тоже может И сейчас я вам это покажу Итак, друзья, мы на нашем тестовом треке Вот такой автомобиль у нас вышел Как вы видите, просто экстремально-экстремально низкий Все по стилю, как надо Для классных пацанчиков, как говорится Для ровных пацанчиков гелики А для классных пацанчиков Вот такие у нас стенс-автомобильчики Ну что ж, давайте проверим, как она дрифтит Как вы видите, начался дождь Поэтому, я думаю, дрифт будет у нас крайне медленный Тем более, категория А автомобиля Это не очень круто Как вы видите, сейчас я вам показываю нарезку И своих попыток Потому что трасса была какая-то в этот раз Очень ошибочная для меня Я врезался, мне мешались автомобили Как-то я слишком сильно давил на газ И, в общем, не выходил нормальный дрифт Поэтому я вам сейчас показываю нарезку Из самых лучших моментов Что я хотел сказать? Хотел сказать, что автомобиль все-таки Как я говорил в начале Не самый дрифтовый выходит Здесь нужно к нему приловчиться Практически многие заносы происходят на 60 км в час И, как вы понимаете, это слишком мало И многие повороты просто на такой скорости Не пройдешь под нормальным углом Но, тем не менее, как стенс-автомобиль Я думаю, он выглядит просто шикарно Ну а на этом, друзья, у меня все Я с вами прощаюсь С вами был OnePoint Если вам понравилось это видео Не забывайте подписаться на канал Поставить лайк Если вам понравился автомобиль Напишите комментарий И не забудьте играть только в хорошие игры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok